На минувшей неделе в регионе прошел учебно-практический семинар для работников Госавтоинспекции региона. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Безопасность дорожного движения в 10 странах» РС-10. Журналистов на семинар не пригласили, видимо, избегая заведомо неудобных вопросов. А такие давно назрели и к деятельности РС-10, и к самим инспекторам. Напомним, что проект стартовал в Липецкой области в ноябре 2010 года с компанией по использованию ремней безопасности. А в мае 2011 года к нему присоединилась Ивановская область. В регионах проводились масштабные акции по двум факторам риска – ремней безопасности и детские удерживающие устройства и скоростной режим. Спустя годы работы проекта Ивановская область успехами похвастаться не может. Напротив, ситуация на дорогах только усугубляется. За текущие полгода на дорогах региона произошло 804 ДТП с пострадавшими. За первое полугодие 2013 – 752, в которых погибло 64 человека. Это на 13 больше, чем в прошлом году. Не сказалось благотворно на ивановских водителях и ужесточение штрафов за езду в пьяном виде. За первое полугодие 2014 года за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии было привлечено к ответственности 2508 водителей. Это на 30 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. На семинаре РС-10 в Иванове была предложена практика Великобритании. Наряду с денежным наказанием в Соединенном Королевстве успешно работает система, когда за каждое нарушение гражданину начисляются штрафные баллы. Когда их сумма достигнет 12, суд вправе лишить злостного нарушителя водительского удостоверения на определенный срок. Мера, безусловно, интересная, но, скорее всего, она так и останется на уровне предложения. За эти годы именно технических средств, кажется, по линии глобального партнерства не поступало. То есть наши методы – это именно проведение семинаров, информирование, предоставление примеров лучших мировых практик. В первую очередь у нас сейчас тренеры из Великобритании. И в первую очередь это те методы, которые используются в Соединенном Королевстве. Продолжение следует... Продолжение следует...